Строители готовы преподнести подарок, но ленточку перерезать не торопится. Мост, соединяющий поселки Зяпа и Элеваторную гору, готов. Напомню, 128-метровое сооружение – подарок от двух челнинских предприятий. Его возведение начали в мае, но из-за сложности конструкции дату открытия переносили неоднократно. Когда первые пешеходы смогут пройти по мосту, смотрите далее. Нажимаете второй этаж и поднимаем. День должна быть закрыта. Особая гордость строителей – лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он рассчитан на одного человека. Но прежде чем первый пассажир прокатится на нем, необходимо проводить инструктаж. Для этого планируют выделить отдельного человека, который займется обучением инвалидов. Вот эта вот система, это контроль доступа автоматически. Это только для инвалидов. Будут розданы специальные ключи, и любой человек сдавайте, как-то не получится у него. Комплектующие ванты, на которых крепится сооружение, выдерживает 126 тонн. Так что, говорят строители, за его почность можно не беспокоиться. Привезли их из Италии, а металлоконструкции заготовили на французском оборудовании на Нижнекамском заводе. Примерно на сегодняшний день выходим уже 25 миллионов. Было 18,5 миллионов. Значит, тогда, к 9 октябрю, появились дополнительные, значит, у нас затраты, дополнительные работы. Пришлось, значит, все это не приостанавливая, все это пришлось затраты занести. Дополнительные затраты – это благоустройство и укрепление берега. Пришлось изменить и русло реки Челнинки, чтобы не смыло фундамент пилонов, на которых держится мост. При этом, говорят строители, тщательно следили за тем, чтобы не пострадала экология. Здесь и так же продолжают жить андаторы, так же бобры, так же утки. Утки даже прямо и сейчас, в данный момент, еще не улетели, они еще продолжают жить. Поэтому то, что меняем мы русло, ничего по экологии, экологическому ничего не повредили. По словам строителей, этот мост соответствует всем требованиям безопасности, и даже никакой гололед ему страшен не будет. Поверхность сооружения покрыли специализированной резиной, которая не мерзнет, соответственно, не позволит и скользить. Запустить этот мост для пешеходов строители готовы хоть сегодня. Однако сначала объект примет комиссия, а городские власти должны назначить официальную дату открытия.